Всем привет! Сегодня у нас 14 августа и мой виноград из косточки начал окрашиваться. Начал он окрашиваться еще неделю назад и сегодня я даже две ягодки попробовала, которые у меня были в отдельном месте. Там всего лишь по одной ягодке. Они созрели намного раньше и я их продегустировала. Это действительно сладкий виноград, но кожица в нем ощущается, очень сочный. Но вот, к сожалению, только вот он мало завязал гроздей. Вот так начинает окрашиваться виноград. Получается он будет синий. Но он не точно синий, он немного такой с фиолетовым оттенком идет. И вот я подожду, когда эта гроздочка полностью созреет. Но, как я уже говорила, я две такие синие ягодки уже попробовала. И они действительно, в них много сахара, по крайней мере на тот момент. Ну, как бы я попробовала, мне сладкий. Это не Изабелла, как я уже говорю, это какой-то непонятный новый сорт. Но ягоды, конечно, мелковатые, хотя гроздьи, когда опылялись, они были очень большими. Я думаю, что я дам ему еще годик на завершение эксперимента. В принципе, я себе черенок на улицу посадила. Я его осенью пересажу на постоянное место. В любом случае, этот виноград у меня будет расти в открытом грунте. По крайней мере, это будет для экспериментов. Здесь же я его удалю. Если на следующий год он не покажет себя хорошо, то я его просто отсюда удалю. Ну, как бы и здесь мне он будет уже не нужен, потому что все, что хотела узнать и от него узнала, я его пересажу просто в открытый грунт. Посмотрим, как он там будет себя вести. Но ему еще дам годик и на следующий год посмотрю. Если он себя покажет более-менее хорошо, то, в принципе, если будет хорошая опыляемость и завяжутся на более-менее нормальные грозди, то, мне кажется, этот виноград очень хорошо подойдет для вина. То есть это будет скорее винный такой сорт. Потому что, ну, я думала, что он будет покрупнее, но он, видите, пока вот такой. Но это еще ничего не говорит. Это еще, знаете, ему только третий год этому кустику, поэтому тут еще толком ничего не понятно. Вот. Ну, я на следующий год ему здесь попробую вывести его на хорошее плодоношение. Если у него не получается, то у меня как бы два варианта. Либо я сюда прививаю что-нибудь, либо же я его, ну, удаляю, скажем так. Удалить полностью мне его жалко, потому что, ну, здесь очень хорошая устойчивость к болезням. Я виноград этот в теплице не обрабатывала ничем. Поэтому мне как бы жалко его просто, чтобы он исчез. Поэтому я его просто пересажу в открытый грунт и, возможно, на него что-нибудь перепривью. А сюда буду дальше пробовать выращивать. У меня еще там хватает сортов. На следующий год, может, еще что-нибудь из семян выращу. То есть это теплица у меня экспериментальная. Вот. А сам кустик, сам кустик я пересажу в открытый грунт, если он на следующий год себя тут не покажет. Вот. Потому что по устойчивости к болезням это вообще просто шикарный куст. Видите, у него и вызреваемость идет хорошая. Вот. И болезней у него нету. То есть мне очень он нравится. Вот как по силе роста. Видите, какой он красавец. Единственное, что непонятно, как у него за гроздями. Поэтому, да, я ему еще дам один годик на следующий год. И потом его просто отсюда пересажу в открытый грунт. Ну, а на его место посажу другие саженцы. На следующий год у меня будет уже понятно, что эти саженцы покажут. Они, видите, тоже уже выросли большими. В принципе, некоторые маленькие, конечно, но они... Я их и посадила поздно. Некоторые вообще вот маляпучки. Если там две-три почки созреют, так и то хорошо. Эти, видите, вот какие. Здесь и пасынки растут. Ну, вот от солнца горят они. Я их тоже ничем не обрабатываю. Они у меня так, на самовыживаемость. Вот. Два метра выросла веточка. И семечка. Я думаю, на следующий год что-нибудь из них должно показать ягодку. Здесь вообще вот, видите, вот какая ветка выросла. Саженец и уже опустилась вниз. Надо ее вверх поднять. Пусть плесется. Посмотрим. У меня тот куст, который я вам показывала, плодоносит. Он у меня заплодоносил на второй год. Вот. Посмотрим, что из этих кустов. Ну, здесь непонятно. Здесь вот как. Такое ощущение, что белый налет какой-то. Ну, листики не страдают. Листики нормальные. Может, это от жары. Непонятно. Ну, пока я ничем не обрабатываю, потому что проверяю на устойчивость ко всяким болячкам. Этот кустик, видите, чистенький. Возреваемость хорошая. Тоже веточка выросла вот такая большущая. Уже нагнулась. Посмотрим, что на следующий год мне покажет. Так, это у меня здесь томаты. Царевна-лягушка. Вот. Здесь тоже, видите, этот кустик, он немножко тоже каким-то белым пушком покрылся. Вот не все саженцы устойчивые, конечно. Ну, листики зеленые. Как бы ничего такого я не вижу. Просто что вот как легкий, как пылью прибилось. Вот. Смотрите, вот как пыль. Но я тоже пока не обрабатываю. Я, может быть, разве что на зиму обработаю железным купоросом. Потому что непонятно. Вот. В общем, посмотрим, ребята. Эксперимент продолжается. Посмотрим, будет у меня что-нибудь из этих саженцев толковое или не будет. Ну, интересно же, в конце-то концов. Ну, пока всем до встречи.